В зале Кустанайского совета ветеранов многолюдно. Сегодня здесь чествуют тех, кто в далекие 80-е годы прошлого века был призван в армию и по долгу службы отправился в Афганистан. В основном это были совсем юные ребята. Один из них Булат Успанов, который только окончив школу, оказался на войне. В ряды советской армии он призвался в 1981 году. Карантин в течение двух месяцев проходил в Карагандинской области. После на вертолетах несколько десятков кустанайских ребят были доставлены для прохождения службы в Афганистан. 42 человек попали в один полк. Я служил в 102-м мотострелковом полку в подразделении АГС-17. По мере службы я скажу, что службы ходили на операции, были сопровождения грузов, автомашины, которые приходили из Союза, сопровождали в разные регионы, кишлаки. В мае 1983 года Булат Успанов демобилизовался. Молодые ребята отправились домой, в Кустанай. Правда, не в полном составе. Мы одного потеряли в Афганистане. Серегу, нашу водитель БТР, наш кустанайский, русский парнишка. 35 лет прошло с тех пор, как Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. В честь этой даты в Кустанай были доставлены юбилейные медали, которые и вручили участникам тех событий. Знаете, сегодня, когда мы глядели в глаза нашим ветеранам, мы поняли, насколько важны, насколько значимы для них эти медали. Мы пожелали им всем здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Сегодня в Кустанае проживают 286 воинов-интернационалистов. Медали получат все без исключения в течение нескольких дней. Сама дата вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. В этот день в Кустанайском парке Победы состоится возложение цветов к мемориалу воинов-афганцев, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с той войны. Алексей Краснов, Елена Щегельская, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова